Друзья, здравствуйте! Рад вас приветствовать на своем канале. Прямо сейчас мы вместе с вами посмотрим маленький такой небольшой сюжетик, между началом и концом которого промежуток времени был в 15 лет. Итак, без лишних разговоров, давайте приступим. Желаю вам приятного просмотра. В деревне Козлово, что затеряло в Московской области, жил был бывший тракторист Юрий Варежкин. Местные звали его Юрка Валяла, потому как обувал он в валенке всю округу и даже из города заказы принимал. Валялами были несколько поколений Варежкиных. Мастерство передавали от отцов к сыновьям вместе с дедовским инструментом – клюшкой, вальком, колодками. Их еще прадед делал. Казалось, время в мастерской Юрия Варежкина остановилось где-то в Средневековье. Скребница – это вот тут очищает сапог, плотнее он усаживает его, все хирургцы выравнивает, чтобы был он ровный. Вот Валяла должен до сезона, как говорят раньше старики, у меня отец говорил, должен путь шерсти съесть. Понял? Вот такие дела. Сколько же с малолет, что я тут сниму. Юрий Николаевич был мужик хозяйственный. Каждый день после смены на тракторе в колхозе работал до поздней ночи в своей стерушке. Катал и валял. Как я вот тру минут десять сапог тереть надо. Какие у меня секретов? У меня никаких секретов нет. Все. Все от души. Две стрижки – осенние и весенние. Все перемешиваешь и в эту машину чешенную и чешешь. Давай посередай, помоги там. Жена Юрия Варежкина Валентина тоже была из рода потомственных валял из соседней деревни. Потому семейный быт для нее был одновременной и привычной работой. Я не говори ровнее. Ты что тебе десять раз говоришь-то? Мы тебя кто добавит? Сейчас я добавлю. Дедушка бы у нас валяла. Его отчим был, валяла. Работали при лампе, без света. Топили кирушки, втирали валенки. А чесали вручную. Крутили колесо руками. Сколько лет было чесальному станку, не знали и сами хозяева. Такие еще на мануфактурах использовали. Одна машина была, она всю округу, в Загорске. Ездили туда, в Загорске, с мешками, с шерстью. И в ночь чесали, крутили руками. Мастер и хозяин этой машины снимал никому. Не доверял, а то можно и в машину попасть. Под конец нехитрого производства валенки, как горшок со щами, отправляются на ухвате в протопленную русскую печь. Там будут сохнуть пару часов. Я никак не поверну его. Шли годы, дети и внуки росли, последние валяло в деревне старели. Но колеса древнего станка крутились исправно, валенки валялись. Жизнь шла своим чередом. Было у мастера в деревне два дома и трактор, но валять валенки не переставал он и на пенсии. Снабжал всех детей и внуков. Валенки от Варежкина были мягкие и носились долго. Цыганушку я так на ботах сыграю. Он плакал даже, учись, хоть ты, хоть ты. Ты же видел, как он по деревне, как меха раздует. У него вся деревня плясала, как отец заиграется. Ну все бабы его. Теперь в отцовском доме живет сын Юрия Варежкина, Алексей. В сугробе лежат колеса чесального станка. Его пытались продать, но покупателей не нашлось. Раритет разобрали и отправили на свалку. Это самое беговое было, под ремень. Беговое колесо? Большое, да, под барабан как раз. Под большой. А это маленький под барабанник. Машина-то древняя была, станок древний. Он 19 век. Дима, жалко, конечно, но куда мне? Валяло Юрий Варежкин умер в 2013-м. Было ему 74 года. Двумя годами ранее от сахарного диабета умерла и его жена Валентина. Сын Алексея вспоминает, что даже когда уже не было сил валять валенки, отец дома играл на гармонии и все сетовал, что некому передать свое ремесло. Жалел. Кто бы хоть научился, хоть на гармонии играть, хоть валенки катать. Ну, если мне не судьба. Одну пару скатал валенок, вместе с ним пошел. Потом суп вот так вот, руку никак не подниму. Я говорю, па, я лучше в ботинках буду ходить. Дом деревенского Валяло теперь не узнать. Сруб обложили кирпичом, фасад обшили пластиковым сайдингом, вместо штахетника профнастил. Немножко сестра благоустроила. Мамка это еще видела, когда обложили. Печку новую сделали. Вот где место пустое, там была стерушка. И Джек помер. Потом в больницу, вот когда его положили, отвезли. Немножку ему ампутировали. Девятого навестили его. Ты меня забери, говорят, в больницу. Костыли мне привезли. Я хорошо, пап. А звонит, сиделка. Десятого. Одинокий отцовский трактор стоит за сараем. Гармонь отдали племяннику. Набор колодок без дела лежит в мешке. Мастерскую давно сломали. Вот они, пятки, носки. А вот, вот колодки. Вот мои молодые мамка с папкой. А чего ж дома не повесите? Не знаю, это сестра. Валял во всей округе давно не осталось. Юрий Варежкин был последним из них. Теперь старожилы покупают валенки в магазинах. Но своего мастера по-прежнему помнит вся деревня. Как валял и чесал, а потом развлекал с гармонью наперевес, прогуливаясь до околицы. Взял за душу. Я с вами вместе пятый раз пересматриваю, получается. Итак, друзья, рад вам представить Дмитрия Юрьевича Степанова. Серьезнейшие авторские работы, документальные фильмы о жизни простых людей и непростых людей, о интересных и необычных профессиях, о жизни на крайнем севере, в больших городах России и маленьких глухих деревнях. Все эти труды отмечены наградами и дипломами на многочисленных российских и зарубежных кинофестивалях, таких как «Тэфи», «Окно в Европу», «Сталкер» и многих других. И буквально совсем недавно Дмитрий Юрьевич со всеми своими работами пришел на YouTube. Фильмов там пока мало, он будет добавлять, но это шикарно. Каждый сюжет профессиональный отснят, и он о жизни таких людей, как мы с вами, обычных людей, и это очень сильно подкупает. Все эти сюжеты, это просто невероятно. Я хотел бы вам лично их порекомендовать, его канал полностью. Смотрите, я уже понимаю ваши вкусы, ваши предпочтения, и думаю, вы не ошибетесь. Ссылочка будет в описании и в закрепленном комментарии. Постараюсь сделать так, чтобы Дмитрий Юрьевич сам сделал комментарий, и я его там закреплю. Друзья, до скорых встреч, спасибо вам огромное. Никогда не болейте. До свидания. Теперь можно и в пир, и в мир, или по крайней мере прогуляться до деревянской околицы. Для деревни Козлово, в которой всего-то пять жителей, Юрий Николаевич – настоящий законодатель зимней моды. В Варенках от Варежкина ходит практически вся округа. Правда, последнее время на продажу мастер работает мало. Успевает обувать только многочисленных детей и внуков. Дмитрий Степанов, Роман Хроленко, Вести, Москва.